проанализировав статистику текущую статистику нашего youtube канала я обнаружил что из 35 тысяч тех кто регулярно смотрит наш канал а только 31 тысяча 500 на него подписаны это безобразное упущение я очень прошу всех кто регулярно смотрит наш канал или всех кому он просто понравился с первого раза обязательно подписываться это бесплатно это безопасно для нас это очень важно а также не забывайте ставить лайки под каждым видео если она вам понравилась это тоже нам помогает и это тоже очень бесплатно но не бесплатно нам помочь деньгами если вы хотите то в каждом нашем выпуске мы публикуем свой расчетный счет к сожалению это единственный способ помогать нам деньгами но это очень важно для нас и мы очень вам за это благодарны начнем мы сегодня традиционно с того о чем стыдливо умалчивает бст в своих новостных выпусках поехали на минувшей неделе стало известно что не состоится в башкирии форум api мир он же api mundia ну судя по всему пчеловодов ирака абхазии и эритреи недостаточно для того чтобы представлять все мировое пчеловодство больше никто на этот форум приехать и не может республика башкортостан добилась лидирующей позиции но к сожалению только по стоимости так называемого набора первоклассника для мальчика он в этом году составит 19 тысяч а для девочки 24 тысячи ну наверное властям республики башкортостан уже нужно задуматься о введении государственных программ таких как ранится в ипотеку тетрадки в кредит ну что-то же надо с этим делать и пока хабиров отъедается сытным узбекским пловом в ташкенте республику накрывают всевозможные проверки результаты которых могут пагубно сказаться на дальнейшей судьбе всей команды х до собственной самого хабирова вот например прокуратура все-таки намеренно проверить деятельность башспирта чтобы оценить результаты работы берем от слова в кавычки вот этой группировки сидякин нагуманов стрижнев несмотря на то что хабиров трогательно оберегал в секрете все вот эти вот результаты но тем не менее прокуратура теперь затребовала документы будет смотреть что же там эти чудо богатыри натворили все таки будет проверено качество ремонта дорог в республике и гбдд республики башкортостан решила начать с калининского района города уфы в частности будет проверено вот эта злосчастная дорога базилеевка-федоровка в калининском районе ну с чего то же надо начинать а вот министерство строительства российской федерации срочно высылает ревизию проверку комиссию в республику и связано это с тем что 24 объекта социальной инфраструктуры которые финансируются из федерального бюджета сейчас находятся в зоне риска не сдачи в срок этих объектов и вероятнее всего они сданы не будут потому что там мы видели эту сибайскую школу мы понимаем что творится со школы в инорсе со школы в булгаково все это не достраивается но мы чуть позже еще немножко поговорим об этом в общем приезжают федералы проверять куда же делись федеральные денежки и вовсе уже уголовное дело возбуждено по факту передачи новеньких электросетей узла и шимбай салават стерлитомак в какую-то совершенно волшебную концессию друзьям ради фаритовича тут мы немножко подробнее остановимся вот на этом уголовном деле некая ооо аист руководимая николаем новохадским получают вот эти электросети и шимбай стерлитомак салават на эти электросети завязаны все крупнейшие нефтехимические предприятия этого региона там и сода там и значит вот этот вот газпром нефтехим салават и прочее 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 гиганты потребители этой электроэнергии и вот туда значит заводит электроэнергию эти распределительные сети предварительно до передачи в концессию эти электросети были накачаны государственными деньгами отремонтированы доведены до идеального состояния теперь внимание за три миллиона в год их арендует вот этот господин новохадский с этой оошечкой аист до этого три муниципальных предприятия распределительных сетей ежегодно приносили 112 миллионов рублей прибыли и налоги и прибыль имели а теперь за три миллиона ему отдали но тут не о чем удивляться господин новохадский выходят из города красногорска и как говорят злые языки это один из кошельков ради хабирова ну то есть тут уже просто совершенно вот такая вот открытая абсолютно ситуация вот по этому поводу возбуждено уголовное дело будем внимательно следить за ситуацией вот с этой концессии берем это слово в кавычки и посмотрим чем же все это закончится в связи со всем вот этим букетом проверок вот этим вот значит черными лебедями которые уже стаи прилетели в башкирию становится мне интересно понять помогли поможет ли стрельба из бтр и и надписывание своими именами и фамилиями бомб поможет ли это говорится отмазаться от всего вот этого можно ли списать вот это все как списывают кредиты несчастным добровольцем донбасса за то что они туда отправляются значит добровольцами вот как проканает это про чиновников или нет вот из всех этих проверок что-то закончится но объективными оценками ситуации и дальнейшими решениями и наказаниями очень любопытно за этим будем следить главным политическим событием республики стало то что советский районный суд города уфы на минувшей неделе ртом судьи егоровой вынес решение по делу шевчака виновен и штраф 50 тысяч рублей суд конечно на мой взгляд был гротеск нам абсолютно судья попыталась допросить полицейских которые были там главными свидетелями чтобы они объяснили где случилось происшествие когда в чем она заключается но практически ни на один из этих вопросов полицейские внятно ответить не смогли суд не принял во внимание и обе психолингвистические экспертизы которые представил адвокат шевчука и которые свидетельствуют о том что никакой дискредитации вооруженных сил они не усматривают словах шевчука причем экспертизы были законные сертифицированные и так далее и так далее суд просто решил виновен все ну конечно же впереди апелляция касаться и и продолжение вот этого позора властей мы наблюдаем как говорится триумф воли юрия юлиановича шевчук передал суду свое заявление о том что он остается убежденным противником любых войн текущих прошлых и будущих но остается пожалуй неразъясненной позиции суда по поводу частей тела президента совершенно понятно что вот центральная фраза высказывания шевчука о том что родина это не жопа президента требует определенного толкования и совершенно непонятно как же быть вот с тождественностью вот этой самой жопы путина и нашей родины для нас не очень понятливых надо бы наверное суду дать более принципиальную оценку вот этому высказыванию этому вот этой фразе и разъяснить конце концов родина это жопа президента или уже не жопа президента вот но это правда важно потому что мемчик зашел люди им пользуются и кстати говоря это главный результат всей вот этой вот судебной истории и на месте власти я бы не стал обострять вот эту ситуацию чтобы этот мемчик не зашел но теперь пожалуй уже абсолютно нечего делать и фраза это остается в веках я всегда считал что с такими друзьями как у радио хабирова никаких врагов не нужно и в этот раз речь пойдет вовсе не о рустеме ахмадинурове речь пойдет о простите за выражение вице-премьере азате барданове который зачем-то на этой неделе решил кому-то сделать приятное ртом и заявил о том что срыв строительства самый большой в пфо школы которые находятся в инорсе произошел вовсе не из-за коррупции не из-за головотяпства или некомпетентности тех кто срывает эти сроки уже с 2019 года а причина в происках запада вот так заявил вице-премьер барданов да да именно вот этот зловредный гадкий запад не дает детишкам инорсе наконец-то пойти в новую светлую замечательную современную школу это запад пилят бюджеты республики и федеральный бюджет откатывает откаты ночами путает сметы и тайно обналичивает бюджетные средства ну теперь хотя бы все понятно стало а то мы как-то начали смутно подозревать кого нибудь из этих вот наших горе строителей а тут вот спасибо азату шамильевичу разъяснил что называется не отставал от азата шамильевича на минувшей неделе по части генерирования адского трэша и мэр уфы на минувшей неделе у него случился 33 день рождения и 1 на посту мэра уфы господин мавлеева младшего бомбанула то не слабее чем раньше папу бомбила в родном нефтекамске и все было так как вот представляется прекрасным и правильным вот этим вот правильным пацанам из нефтекамска ну во первых у мэрии выстроили сотрудников и они в разнобой спели хвалебную песню оду начальнику ну как раньше регулярно они делали это в нефтекамске вот видимо для этого весь этот нефтекамске шалман и был привезен в уфу чтобы но было кому попеть на день рождения мэра дальше они сняли и разместили в сети песню ролик посвященный мэру ну стилистически вокально инструментально и эстетически эта песня уверенно оставила далеко позади знаменитый хвалебный хит гимн мурзагулова в честь хабирова все мы помним позволь себе небольшие выдержки из этой замечательной песни про мавлиева сообщила нам песня о том что наш глава не парень а мечта конец цитаты далее песня нам напомнила что мы рад мир мавлиев красивый и молодой песня раскрыла нам глаза теперь город светит ярко тут дороге как подарки сообщила она нам сообщает нам песня и о тяготах службы мавлиева горожанам например вот так хотел на канары но по плану сегодня вас вас это для тех кто не понимает это такой район в уфе который судя по всему представляется жителям нефтекамска чем-то очень страшным ужасными опасными вот значит его противопоставляют райским канаром ехать некуда а вот город хоть куда есть парки скверы или сам короче все поехали новый наш глава не парень а мечта ой стоп стоп не туда но ладно все проехали рат мир мавлиев рулит вот новый тротуар дороги и развязки за всем следит он сам наш мэр от мир мавлиев красивый молодой хоть сам из них текамска а останется слухой теперь город светит ярко здесь дороги как подарки для здоровья реки парки да и новый кашкадан а у колесный конь по полкам объедет гордо целиком теперь город светит ярко здесь дороги как подарки для здоровья реки парки да и новый кашкадан мы совсем следит упрямо там на всех найдет управу у колесный конь по полкам объедет гордо целиком мэру 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 мэр уровню трэша по части самовозхваления. И, кстати, отказаться совсем уж от Канар в пользу ВАЗа у Ратмира Мавлиева и его гостей дня рождения не получилось. По слухам, которые распространяются широко из мэрии, все-таки отпраздновал свой день рождения господин Мавлиев за рубежом. Был ли на этом празднике сам Хабиров или не был, доподлинно неизвестно. Но известно, что по необъясненным причинам оперативка была перенесена с понедельника на вторник, что позволяет нам предположить, что эти веселые ребята все-таки за рубежом задержались и отпраздновали как надо. Безусловно, самым ярким скандалом минувшей недели была новость о том, что бывший пиарщик Хабирова Мурзагулов трудоустроился в одну из медиа-структур Михаила Ходорковского, включенного в список иноагентов. Вместе со своей девушкой Ульяной Трегубчак Ростислав появился на одном из YouTube-каналов, принадлежащих медиахолдингу иноагента Ходорковского, и провел передачу нецензурной новости. Все вокруг почему-то заорали хриплыми голосами, захлопали крыльями. Некий Резяпов даже потребовал объявить никуда не прячущегося Ростика в международный розыск. Но вот лично я вообще не удивлен и не возмущен этим всем, и сейчас подробно объясню почему. Не удивлен я этой ситуации, потому что так уж получилось, что мне довелось лично познакомиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Некоторое время мы общались, и потому я вполне могу судить, и судить как бы адекватно о всей абсурдности его кадровой политики. Вот вспомните Мария Баронова, Руслан Валеев и многие-многие другие. Те самые люди, которые, собственно, и загубили вот эту вот инициативу Ходорковского. Потому, принимая во внимание вот эту вот абсурдность вот этого всего, что делает Михаил Борисович при всем моем уважении к ним, я не могу удивляться тому, что он берет сейчас на работу Мурзагулова. Кроме всего прочего, очевидно, что у Мурзагулова были как бы рекомендации того же самого Аббаса Галямова, который в последние полгода интенсивно трудится на Михаила Борисовича. Ну и кроме всего прочего, Мурзагулов не первый раз приходит на работу к Ходорковскому. Мало кому известно, но в 2016 году они кратко посотрудничали, он работал у Ходорковского, видимо, туго было совсем с деньгами, но, однако, разошлись они именно из-за денег, потому что Мурзагулу не понравились гонорары. А не возмущаюсь я и не присоединяюсь вот к этому хору тех, кто кричит ужас-ужас, посмотрите, какой позор. Ну, хотя бы, потому что не понимаю, чему, собственно, возмущаться. Мурзагулов и Ульянка в меру смешно говорят в своей передаче о том, что, ну, мы, собственно, и так знаем, или уже видели сто раз. Ну, они веселые матершинники, к чему, собственно, YouTube-аудитория, в общем, потихонечку привыкает. Ну, что тут особенно такого возмутительного или скверного? Ну, я могу предположить, что администрация каналов Ходорковского, включенного в список иноагентов, почему-то решила, что им нужно, ну, помимо умной и образованной адекватной аудитории, которая и так, в общем-то, внимательно смотрит все, что делает Ходорковский, им нужно привлечь к себе какую-нибудь более такую молодежную маргинализированную аудиторию. Ну, а кто лучше, чем Ульянка и Мурзагулов, вот их привлекут. Их опыт работы с Моргенштером, как говорится, не пропьешь. Хотя, конечно, справедливости ради надо отметить, что на фоне Белковского, Плющева, Фишмана и прочих звезд российской журналистики и аналитики Ульянка с Ростиком выглядит, конечно, так, бледненько. Но, однако, на то, как известно, и есть принцип контраста. Поживем, увидим, поймем, зачем Ходорковскому нужны вот эти бродячие матершинники. В конце концов, Михаил Борисович склонен как к абсурдным кадровым решениям, так и достаточно резким их изменениям. Так что, ну, надо посмотреть там второй, третий выпуск их передачки. Собственно, первый был вполне себе съедобным. В нашем телеграм-канале «Открытая политика» регулярно выходят опросы наших подписчиков на актуальные темы. И вот на этой неделе этот опрос был про газ. Понимая, что так называемые газовые войны, в конце концов, коснутся каждого из нас, на самом деле, даже если мы не думаем об этом и не подозреваем, потому мы задали свой вопрос следующим образом. Если российский газ не пойдет в Европу, то что с ним сделают власти Российской Федерации? Ответы свои прислали свыше 900 наших подписчиков, что не может нас не радовать. Это примерно в два раза больше, чем опрошенных, например, министром нашего туризма Авзаловым. Так вот, 83% наших опрошенных считают, что власти поднимут цены на газ для россиян внутри страны, чтобы компенсировать свои потери в Европе. Вот такой печальный вывод. 13% опрошенных считают, что от злости власти просто попросту сожгут этот газ где-нибудь на границе, но не отдадут россиянам. И только 4% наших подписчиков, проголосовавших в этом опросе, верят, что власти Российской Федерации бесплатно раздадут газ россиянам. Ну, лично я очень рад тому, что среди наших подписчиков телеграм-канала всего 4% вот настолько жестоко наивных людей. Мы продолжаем публиковать опросы и очень интересные материалы в нашем телеграм-канале, так что вы не забудьте на него подписаться, если все еще не подписаны. Аудитория растет, и там становится все интереснее.